Мы начинаем первое вмешательство, доложили пациентку, молодая женщина, крупные камни. На экране эндоскопическая операция. Эксперты из разных городов собрались, чтобы поделиться передовым опытом и обсудить ряд важных вопросов. К примеру, как оказывать экстренную помощь больным с желудочно-кишечными кровотечениями, взаимодействие врача-хирурга и эндоскописта. Продемонстрировали и новейшие методики диагностики заболеваний, провели ряд операций. Кстати, принять участие в конференции мог любой желающий. Во всех городах России велась онлайн-трансляция. Будут проведены операции по лечению пациентов с онкологическими заболеваниями, с ранним, страдающими ранним раком желудочно-кишечного тракта, желудка, толстой кишки. Будут проводиться операции по удалению этих опухолей современными минимально инвазивными методиками, внутрипросветной эндоскопии, так называемой диссекцией в последствиям слоя. Это самые современные вмешательства, которые позволяют перевести лечение пациентов на современный высокотехнологичный уровень. Для населения уже не секрет, чекапы надо проводить регулярно. Ведь очень важно вовремя диагностировать заболевания, особенно тем, у кого в семье есть больные онкологией. Если родственнику диагноз поставили, к примеру, в возрасте 55 лет, то пройти важное обследование необходимо в 45, на 10 лет раньше. А в среднем нужно начинать обследоваться с 45, каждые 10 лет. По сути, если на ранних стадиях мы диагностируем рак, например, в толстой кишке, то выживаемость пациентов приближается к 100%. В запущенной стадии как раз там обратная ситуация, выживаемость достаточно сильно снижается. Поэтому ранняя диагностика – это ключевой фактор в лечении этих заболеваний. А для того, чтобы возможно была эта ранняя диагностика, необходимо, конечно, современное оборудование, с одной стороны, в частности, эндоскопическое оборудование. Также необходимо уметь им пользоваться, подчеркивает специалист. К слову, высокотехнологичное современное оборудование для конференции предоставили ведущие производители. А алтайские врачи-эндоскописты получили новые знания и опыт от ведущих экспертов России. Это одно из значимых в жизни алтайского края, в частности, медицинской жизни, все-таки событий. Это конференция. Только благодаря вот такому обмену опытом мы внедряем, в частности, на базе краевые больницы, новые операции, которые позволяют нам качественно оказывать помощь жителям алтайского края. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.